Всем привет! Сегодня у нас уже, слава Богу, 0.02.06.2023 Уже, видите, лето так быстренько побежало Ну, я вам сделал видео сейчас, рассказал про ситуацию ночную в Киеве Дал рекомендации, показал, к чему это все может привести, посмотрите Посмотрите там, где идет просто, там, где идет моя аналитика Ну, не я в кадре, а голос зачитывается Я думаю, вам будет это интересно, там уже очень много вещей сбывается Ну, а теперь давайте подумаем сейчас у всех на устах, в головах все, да, к себе В Украине во всяком, да, и в Российской Федерации, в Беларуси Все напряжены, ну, и в других странах, и в Германии, и в Польше Он в Германии начался, это, бэби-бум В 21-м году у них 800 тысяч родилось, младенцев Вот, они растут прямо не по дням, а по часам Сейчас там получили, где-то сколько получается, сейчас точно скажу, ну, где-то почти 10 тысяч украинцев Рожданство получили Там, конечно, много всякой глупости, но, тем не менее Германия очень подходящая для украинцев, страна богатая, разная, там Всегда найдете место себе, очень развитое Очень много умных людей, и поэтому По-любому немецкий язык, он займет очень большое место Как лингвистический коммуникатор в Европе Потому что английский будет, как бы, немного вытеснен В Великобритании на острове находится Кому она нужна будет Да и, по-моему, прогнозу, она должна распасться Это соединенное, оно же так и называется Соединенное Королевство Вот Не будет династии, не будет и Соединенного Королевства Не будет королевства, и соединять нечего Вот это чудо, это вместе со своей Конкорд, Консорт Это же просто Сплошные кукриниксы Я думаю, на нем эта династия и закончится Да и нет смысла, оно никому не надо, это Соединенное Королевство Вот Зачем оно надо, в чем его смысл В чем Вот на сегодняшний день В чем смысл существования Великобритании В чем Уэллс может существовать самостоятельно, да Ирландия, да Северная Ирландия сомкнется с Ирландией Нормально будет Шотландия, конечно, я был в Шотландии И в Ирландии северной был Прекрасные места Англия, так она вообще как паразитирует Там, а не только хлеба и зрелищ Посмотрите, вечерняя, ночная жизнь Лондона Они только одним занимаются Их там взбодрить надо Они там полностью тренинг потеряли Ну, поэтому зачем они нужны? Геополитически? А в чем их смысл геополитически? Кому они нужны? Поэтому, я думаю Будущего Великобритании как такового и нет А не владычица морей нет Уже не владычица А что там владычица? В США? В США вообще должна гражданская война начаться Это как бы логично Тем более, после того, как этот Байден шлепнулся В этой военно-воздушной академии На вручении дипломов Это полностью уже маразм Маразматик И почти сколько? Там почти их 400 миллионов Терпят маразматика при власти Представляете? Но если у них такой президент То такая страна дряхлая Они должны распасться тоже Там должна быть нормальная, хорошая Гражданская война Как была севера и юга Поэтому Они нам не товарищи Абсолютно в этом плане А Германия хорошая страна Германия Нидерланды там тоже Королевская семья Нафиг она там вообще нужна? Зачем эти королевские дома? Зачем они нужны? В Швеции Там где там еще? Норвегия Зачем они нужны? Испания Они вот это ходят туда-сюда Кому они нужны? Это вообще их поубирать надо Это только просто Они собираются Им делать нечего И они начинают придумывать Всякую дурь Стравливать людей Именно они и есть творцы Нынешние вам Государственно-монополистического Империализма Придумывали династии Этих глупых Ну ладно Не будем отвлекаться Так вот смотрите Что получается Что Германия Практически уже Не в состоянии Поддерживать Украину Я вам дал данные И немцы Не хотят этого делать Они устали от Украины Так же как Франция И другие страны Очень в этой связи Серьезное заявление Сделал Орбан А он все время Держит нос по ветру Он заявил следующее Что Нельзя делать наступление Он Венгерский премьер Сказал Что Заявил Что надо не допустить Контрнаступление ВСУ Потому что оно приведет К новым Жертвам Прежде всего Со стороны Украины Он назвал Проведение Больших Стратегических Наступлений Кровавой бойней Потому что Атакующая сторона Несет куда большие Потери Нежели Обороняющие Потом Прямая речь идет Это в эфире Радио Кош Прежде чем Украинцы Начнут Контератаку Мы должны Сделать все Что В наших силах Чтобы добиться Прекращения Огня И начала Маломерных Переговоров Это очень Серьезно Я бы сказал Следующее Смотрите Макрон заявил В Молдове Что надо Переговоры Вести с Путиным Шольц То же самое Заявил Ну уже Про Бразилию Китай И всех остальных Вообще молчат Турцию То есть Фактически Речь идет О чем О том Что Западная Ну вся Европа По сути Западная Прежде всего Не хочет Контрнаступления Украины И считает Его Невозможным И считает Что может Произойти Катастрофа Это очень Важно И получается Для Зеленского Наступают Очень плохие Времена Очень плохие Почему Потому что Ухудшается Ситуация В середине Страны Он теряет Поддержку Произошло Я считаю Серьезнейшее Событие На Телеканале На Этом Самом Киев Бужанский Выступал Ну и Его там Начали Строить На каком Языке Он должен Выступать Вот А он Говорит Что Собственно Что Что Говорит На этом Говорит Так Зациклились Говорит Давайте Как-то Более Развернем Этот вопрос По другому По содержанию Будем говорить А не По Только По Каким-то Так Сказать Формальным Признакам Ну На него Набросился Данилов Соответственно Секретарь СНБО Назвал его Пророссийской Сволочью И москомским Хламом За то Что Якобы Он Отказался Переходить С русского На украинский Ну Бужанский Призвал Его Уважать Сотни Тысяч Украинских Военнослужащих Миллионы Граждан Русскоязычных То есть Как бы Произошел Такое Очень Серьезное Столкновение Оно будет Иметь Последствия Не сомневайтесь То есть Это означает Что У всех Нервы Просто Напряжены До Накала Плюс Зеленский В Молдове Заявил Про Нокаут Что Типа Кличко Он Пошел В Нокаут На Что Кличко Сказал Так Очень Толерантно Что Собственно За Все Сховища В Киеве Несет Ответственность Главы Второй Администрации Девять Из которых Это Слуги Народа Назначенные Лично Указами Зеленского Поэтому Они были Не готовы Эти Убежище Потому Как Ничего Сделать Не Может Мэрия Хотя Выделила На это Миллиарды Доллар Этих Гривен Но Не контролирует Процесс Процесс Контролирует Ермак Концентролирует Зелярия Президента Под названием Офис Президента И не Госслужащий Ермак Мы с Тамарой Ходим Парой Такая Есть Эти Твикс Парочка Твикс Поэтому Естественно Что Возникает Много проблем Вопросов Теперь Зеленского Плюс Лерас Там добился Серьезных Вещей Плюс Они должны Отменить Недопуск Лераса К Имеет право Выступать На заседание Верховного Совета Плюс Там же Решение ЕСПЧ Сарсун Сказала Есть Мужчин В правах Поражают Но если Мужчин В одних Правах Поражают То это Поражают И в других Гендерных Правах Не выпуская За границу Поэтому Значит Если одни Права Поражены И ЕСПЧ Сказал Что это Надо Устранить То поражены И гендерные Права Их тоже Надо Тогда Устранить Эти Зеленские Недостатки То есть Зеленский Сейчас Оказывается Между Молотом И нарковали Вместе Своими Слугами Народами Ермаковым И прочими А Запад Его Целует Обнимает Но Как-то Дружба Дружба Это Бачок Врось То есть Ты давай Ты хороший Парень Зеленский Но Ты понимаешь Своя Рубашка Ближе К телу Зеленский Поэтому Ты как бы Там сам Отвечай А денег Нет Как Медведев Говорил Денег Нет Ребята Но Вы Держитесь Да Зеленский То есть Страна Банкрот Страна Страна В дефолте Страна В долгах 18% Территории Потеряно Миллионы Убежали Со Страны Все Разрушено Контрнаступления Нет И не Будет А если Будет То это Еще Будет Хуже Чем Если Его Нет Потому Что Если Оно Будет То Будут Страшные Потери И Уже Так Сказать Скрыть Их Не Удастся Зеленский Зеленский Ван 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 У нас Полное Разрушение Идет Судейские Ветки Власти Она Полностью Разрушена Единственное На что Они Сейчас Годятся Это Их Надо Всех Загребать Вместе С Председателем Замом Слугами Слугами Народа Для Его Окружения Для Ермака И Времени У Него Нет Начинать Наступление Не Может Потому Что Нечем И Некем А Не Начинать Наступление Начинает Рвать Внутри Страну Потому Что Куча Проблем И Надо Отменять Военное Положение И Готовиться К Выборам И Надо Посмотреть Внутри Все На что же это все вылилось Кто за это все платить будет За этот Бордельер Который Произошел Данилов же говорил Войны не будет Зеленский говорил Шашлыки жарьте Помните Надо же за это отвечать Теперь Кому-то Или как Пришло время отвечать Все Он встал Так что Вот такие дела Мои дорогие Делаем Вывод Что Ситуация Набухает Такая Огромная Опухоль Везде Набухает Такое Везде Такое Все 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 Оно должно Взорваться Как вулкан Где В это время Надо Находиться Это Скоро Будет Это Скоро Будет То есть Еще Путин Что-то Подтолкнуть Только Вот где Где То ли Молдова Приднестровье То ли Ну с Грузией Он договорился И уже сделки Нету Я же вам болванам Говорил Никакой сделки Мне писали Вот зерновая сделка Ну что болван Где ваша зерновая сделка Да просто Он так сказать Эрдогану Уже не стал Настроение Портить Чтоб тот Стал второй Еще раз На один термин Нету сделки Все Капец Ей Через Грузию Будут Россияне Зерно Продавать А вот Украина Черешо Будет продавать По берегу Будут Ходить Эти зерновозы Или как Там Граница Закрыта Ну и туда Не надо даже Рыпаться Потому что Еще раз говорю Путин будет Наступать На Литву Латвию Эстонию Все Он ликвидировал Все эти договора Об ограничении Обычных вооружений Он заявил Что НАТО Расширилась Неправильно Нарушила Все обязательства Все Эти самые Договоренности Все Он будет Наступать Я вам сделаю Завтра Небольшой Такой сценарный Проговорим Как он это Захватит Литву Латву Эстонию Все для этого Готово Кстати Сегодня там К этому Зеленскому Президент Эстонии Приехал Чувствует Чувствует Хочет Чтобы Украина Так сказать Держала огонь С собой Закрывала Эстонию Латвию Литву Зачем С какой Стать Есть смысл Смысл Есть ребят Мальчики Девочки Спасение Утопающего Дело рук Самого Утопающего Чего же мы должны Каштаны горячие Для всех Таскать С костра Для нас же Никто ничего Не таскает Правда Наоборот Все нами Пользуются По полной Программе Во все Дырки Как говорится Вы с Олегом Соскиным Все доброго Подписывайтесь На канал Больше Оптимизма Будьте Реалистами До новых встреч Поддержите Олега Игоревича Чтоб я здоровее Чем я здоровее Тем вы здоровее Все вместе До новых встреч Редактор субтитров